но я не сделала тоже опять же я хотела делать вот совсем недавно опять грудь но короче по состоянии здоровья ну потому что я заболела потом выздоровела опять заболела теперь этот коронавирус и короче ну короче не знаю когда бы делать его разочаровалась в гуфе очень сильно очень сильно для меня вот но просто но это дно и неважно там то что я читала смотрела что он там сейчас говорит то что типа то что типа все нормально претензий нету вот у соседей ко мне и так далее то сам факт вы знаете как в суде в суде всегда судят по факту кивнул башкой что ты это сделал ну значит все но как бы я ну как бы я всегда я не честный как бы к нему относилась очень хорошо я слушала его песни очень любила но после такой хуйни честно я просто просто меня это дно все одни человек сдох просто я по-другому сказать ничего не могу я от него отписалась мне больше он не интересен не строчи этот это себе а вот он короче у меня отношение гуфу очень хреновая и поэтому поэтому так присправить кишка заразилась коронавирусом господи да но она переболела она уже вызвался у насти хорошо как бы не переживайте так третий сезон будет следующему году понятно чем занимаешься на карантине я короче прикупила себе коврик прикупила себе эти какого кубики для растяжки я купила себе скакалку я плотно каждое утро я делаю вакуум я короче ну прям реально села на спорт потому что я не знаю как вам это объяснить когда тебе уже 30 понимаете когда мне было 25 я рассуждала так да хрен я клала на это тело я хочу жрать пить отдыхать и делать все в свое удовольствие там ну как бы у меня еще есть время на то чтобы привести свое тело в порядок а когда тебе уже четвертый десяток ну то есть до тридцатка тут уже как бы нету времени понимаете тут уже все ну как бы пора пора завязывается этим совсем и мне еще рожать короче ты беременна крис нет у меня подкожный жир а это пивной животик что по поводу квартире отношений с бывшим ребят значит последняя новость рассказываю так как я уже выставляла пост поэтому я понимаю ваш интерес я не злюсь над этим вопросом значит что произошло значит 29 февраля был суд 29 февраля или января 29 января был суд у нас с сашей то есть был его адвокат и моя катя гордон была и значит суд он же скрывает от меня документы это вообще поцик вообще это кадровый просто знаете находка блять кому надо подберите если кому нужен такой мужик короче он открыл скрывает от меня документы на квартиру оригинал он скрывает от меня все он договорит там же работал его папаша в этой строительной компании после того как его уволили из дома 2 папу вот он устроился вот в эту строительную компанию работал там менеджером по продажам а вот и отец предложил нам купить эту квартиру то есть в рассрочку не в ипотеку от застройщика в рассрочку все мы ее купили там два собственника я и бывший мы подписали документы все шикарно так как отец там имел какие-то связи они приехали в эту строительную компанию что-то там наплели короче что строительная компания говорит у нас нет никаких документов нас нет договора понимаете просто это бред же собачий ну то есть приезжала гордон ну представь но гордон приезжала в строительную компанию просила документы она сказала вы обязаны предоставить эти документы потому что у меня нет реквизитов даже для оплаты своей квартиры. На что они сказали, вы извините, у нас никаких документов нету, ну то есть мы вообще не имеем никакого отношения. Ну то есть вопрос тогда, либо вы врете, что у вас нет документов, либо тогда, куда мы платили деньги, правильно? Ну то есть странно очень, то есть то есть мы, у нас нету, получается, квартиры или что? То есть мы платили в воздух, ну тоже очень странно. Короче, первый суд, первое заседание было 29 февраля, короче начал, ему надо было документы, еще когда мы пытались нормально с ним общаться, он должен был передать мне документы, он с адвокатом составил эти документы о том, то что я должна отказаться сама от квартиры, но я же не идиотка, в смысле как-то отказаться, они мне подсунули, отправили мне на почту, они отправили, да не можешь мы, что страшно, они отправили мне на почту документы, которые, как сказала Катя Гордон, на лоха, то есть в этих документах написано, я даже до сих пор эти документы сохранились, там написано, что я должна отказаться от квартиры и выплатить Андреянову полмиллиона, ну как бы вот, да, охренел вообще, короче, я с этими документами пошла в Гордон, Гордон все это прочитала, офигела, и короче, его адвокат начал мне звонить, типа, давайте, нам надо это встретить, я говорю, у меня вот адвокат, пожалуйста, с ним общайтесь, бывший начал, знает, знает, где я живу, а я тогда еще, ну как бы с ним рядом работает, как бы, на одной работе мой племянник и брат, он мог передать им документы, но нет же, все документы катаются по России, то есть он отправляет даже Кольги ветер в эту квартиру новую, короче, ну и в первом заседании судья его обязал предоставить мне оригиналы документов, но пока что-то я не вижу оригиналов документов, договора я не вижу, реквизитов я не вижу, по-моему, он уклоняется от, то есть, как это сказать, не выполняет, не выполняет то, что ему судья сказал, то есть, да, суд присудил, то есть, ну, как бы, знаешь, будем решать по-другому этот вопрос, но пока это все новости, то есть, я везде заблокирована, со мной никто не общается, его адвокат больше не звонит, они пытались без меня выиграть суд, заседание делали без меня, якобы, они отправляют мне куда-то повестки, но куда, хрен пойми, то есть, все, и, короче, суд им сказал, то, что без ответчика, без меня, типа, до свидули, идите ищите, и тут же они объявились, но как бы тут понятно, тут у бывшего мозгов очень мало, и понятно, что там папа не работает над этим, над всем, рэкетир, короче, вот, по его морде всегда было видно, что он скользкий говнюк, плюс бросил детей и не содержит их, абсолютно точно, потому что, как бы, он не платит алименты, я знаю, что он задолжал алименты, он вообще ничего, его не делает, и, ну, как бы, с женой он расстался тоже по причине, вот, как мы расстались, по причине отца, дорого стоят услуги гордон, ребят, блин, я же не буду уговорить цену, но не за рекламу, я платила, не переживайте, как ты жила с таким галоном, ну, блин, честно, его, его маска, вот этого доброго, хорошего мальчика, услужливого, спала ровно тогда, когда он оставил меня в квартире, собрал все свои вещи, без денег, без копейки, и просто развернулся, ушел, это было еще до полного расставания, за год, то есть была такая ситуация, что он развернулся на левый пятый и ушел, ой, катюшка, привет, моя хорошая зайка, да, бывает такое, нет, текилы не скинул, деньги не переживем, сразу скажу, а не за что, за лайки, не за что, Рич, что ты делаешь, можно узнать, так, мамочка, привет, мамуль, сестре рожать, сестра уже готова рожать, вот-вот, но я ей говорю, ин, мы еще со склада, нам пришла кроватка кругленькая, такая классная, вот, а потом я вам выставлю, покажу, где мы ее заказывали, очень крутая, короче, она еще на складе, и тут инка выходит, говорит, мне не живота тяпит, еще не смену, кроватка, кроватка еще на складе, пока нельзя рожать, я говорю, куда мы ее положим, а карантин никуда нельзя, все закрыто, блин, это вообще пипец, так, а почему вы расстались, я просто устала, и все, просто вот в какой-то момент, я проснулась, я устала, и поняла, что все, я больше так не могу, и все, мы сели, я просто сказала, что все, попросила вас собрать вещи, выйти, а я где-то читала, по поводу продлять карантин или нет, я где-то читала, что уже продлили до 15-го, по-моему, какие-то себя чувствуют, замечательно, нет, с ветер мы общаемся, но все нормально, просто карантин, ну, куда видеться-то, да, да, смотрим содержанок, продлили до 14-го, да, Крис, сыграй что-то для души на пианино, вроде до 16-го, токсикоза у Инны не было, вы знаете, у нее токсикоз, вот уже на последнем месяце начался, 38-я неделя пошла, нет, с директором не общаемся, не общаемся, а, что? курить не бросила еще пока, да, я буду крестной, я буду крестной у Мадинки, а Яна будет крестной, это наша старшая сестра у Мишель, да, спасибо большое, скоро будет, счастья, здоровья, спасибо большое, что думаешь насчет Си и Джигана, блин, ребят, я честно, я не люблю, не то, что не люблю, и мне все равно, это знаете, это то же самое, вот эта вот тупость, блин, вы меня, конечно, простите, ничего против не имею, на Элье Ермолаевой, но это дно, просто реально, блин, знаете, не знаю, я не знаю, мы разводимся с мужем, у нас все хреново, мы помирились с мужем, чё к чему, хайпуются все, блин, вообще, просто пипец, я вот, честно, не удивлюсь, что реально, вместе через два, через три, Самойлова такая скажет, мы любим друг друга, у нас четверо детей, мы, короче, помирились, и Джиган такой, хоп, нормальный, брови отросли, все, ништяк, 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 приходи ко мне на креветки, у меня тоже есть креветки, у Пики двойня, у Пики уже есть дочка старшенькая, Мадина, помогает ли папа Мадинке ей? нет, не помогает, не помогает, а где Мадина, дочка Инна, она с бабушкой, бабушка в Петербурге, почему ты не отвечаешь про Киушкину, почему я должна отвечать про Киушкину, ребят, я уже ответила про Киушкину, все с ней нормально, почему я в своем эфире должна отвечать про Киушкину, кто там еще молчаливый на заднем фоне, а вот, вам все скажи, да покажи, ой, Миллерово, привет, я все детство там провела, Миллерово, и кстати, этот футболист, как его, блин, из этого, из Ростова, из Миллерово, ну-ка, давайте под это, мы с ними в детстве все в эти, в прятки играли, мы, кстати, с ним общались, как его зовут-то, господи, капитан команды, это он, Спартак, у них своя отдельная комната, все хорошо, какой дзюба, глушаков, да, глушаков, вот мы все, в детстве, в Миллерово, мой брат, так, не воровать мои орешки, там выросли, бегали по двору, я помню, как сейчас, глушаков ходил, все время, блондин, такой, такой, маленького роста, с этим, мячик все время крутил, вот так, сопли вот так, вот он весь грязный, с этим мячиком, за Инкой, кстати, бегал, мы с Инкой так ржали, мы когда на футбол пришли, на Спартак, я говорю, Инка, ой, твой, твой, это, бывшенький бегает, ну как бывшенький, просто там помолодец, Инка ему нравилась, глушакову, блин, мы ржали, я говорю, вот Инка, а это мог бы быть твой муж, так, а кто отец Мишель, Виталий, да, есть ухажер, да, у меня их тысяча, хотите покажу, сейчас зайки, господи, смотрите, сейчас, подождите секундочку, их очень много, вон, видите, очередь, я вижу, только перекопили, перекати поле, перекати поле, или перепикать, перепикати поле, блин, перекати поле, батальятти, нет, не скучаю, а ты с мужиком жить не хочешь, как у тебя на личном, по поводу секса бывает часто, ребят, ребят, у меня все хорошо, Инка Глушакова, смотрите, а то это, как его, Виталька обидится еще, нет, она, Инна Клюмт, Крис, мне кажется, ты Стрегубенко, просто, Игорь, ну, наконец-то, нас вычислили, выходи, Игорюш, как я долго этого ждала, Игорь, иди сюда, да, ребят, я с Игорем Клюмт, и с Игорем Клюмтенко, но поэтому мы ее разругались с Элой Сухановой, потому что, ну, как бы, да, я с Игорем, люблю его, он меня, не Глюмт, а Клюмт, первая буква К, что Пики готовит вкусное, это не Пики, что Пики подарили, вы знаете, у нас в день карантина такой выбор был, торговые центры были все открыты, и мы подарили ей мел. Господи, вы уже перечислять, почему вы думаете, что я поперлась, не знаю, там, перебирать всех бывших участников, и я встречаюсь, либо с Катасоновым, либо с Игорем Трегубенко, нет, у меня муж тут, Нелли Ермолаевой, как его хоть зовут, я тоже не знаю, Кирилл, Кирилл, Кирюша, Клюмт Инна Глушакова, 2020, мел в подарок, Кирилл, 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 Работаешь где-нибудь. Нелли с ним сошлась с мужем, если что. Мы в курсе, мы это уже обсудили. Как вы там у нас вносите, жесть. Как напуганная. Не знаю, я вообще не знаю, ну, как бы я нормально. Нормально. Главное не впадать в панику. Главное не впадать в панику, надевать маски, если вы выходите, перчатки, и все будет хорошо. Что делают твои собачки? А что они делают? Писят, какят. Вот он, риченьки. Сын, сын. Сынчка, иди сюда. Куда ты пошел? Зайк. Сын. Ну, иди сюда. Подписчики-то ждут. Не хочет. Ты замуж вышла или гражданский брак? Ребята, если... Да не надо, не надо. Нет, я не вышла замуж. Сестра, хорошо. Ну что, пойдемте, я вам сыграю, что ли? Мой сладкий. Купсикашки мои. Да что ты, моя сладкая? Девочка моя, сладкая. Сейчас, сейчас я вам сыграю. У меня сосед, дедушка. Надеюсь, он меня слышит. Ой, меня хорошо видно, да? Классно вообще. А слышно хорошо? Хорошо слышно, да? Сохранить швей, пожалуйста, пожалуйста. Да, сохраню. Так. Ждем. Так. Ладно. Да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Короче Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И я вас люблю Ой, мама, ты меня смотришь, как я играю? Что за мелодия? Что за... Это пианино Это пианино Просто вот открываешь, оно на этом... Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею!